Здравствуйте! В эфире программа «Сегодня». На сегодня в Казахстане зарегистрировано 27 случаев коронавируса, 16 в Нур-Султане и 11 в Алматы. Паники пока в Алматинской области нет, но некоторая обеспокоенность у людей имеется. Поэтому мы сегодня решили поговорить о профилактических мерах, которые проводятся у нас в Алматинской области. Поэтому пригласили в нашу студию заместителя руководителя управления здравоохранения Алматинской области Омбрзака Абельсиитовича Ниазбекова. Здравствуйте! Здравствуйте! Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Вот какая подготовленность к ней у нас в Алматинской области есть? И вообще проводятся ли какие-то профилактические меры? В Алматинской области, даже не дожидаясь этой объявления пандемии, в январе месяце проводится планомерная работа по профилактике коронавируса. В связи с тем, что у нас 6 таможенных постов с определенным нашим государством, КНР. И мы незаметно для населения проводили и проводим свою профилактическую работу. Выявляем, везде на таможенных постах организованы тепловизоры, стоят санэпидслужбы наши на страже. Наши медработники в медицинских пунктах проводят профилактические осмотры и профилактические беседы. Те люди, которые пересеклись с КНР, у нас находятся в провизорных госпиталях. Значит, проходит карантин 14 дней, после этого выписывается. В Алматинской области сейчас развернуто достаточное количество инфекционных коек, провизорных коек и обсервационных. Три вида. Значит, в достаточном количестве у нас медооборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты. Значит, с сведением чрезвычайно по ситуации, значит, сейчас закрыты все школы, переведены наши учебные заведения на дистанционное обучение. Многие учреждения сейчас закрыты и работают дистанционно. Наши медицинские организации переведены на усиленный режим. Все медработники Алматинской области готовы, скажем так, для работы по профилактике коронавируса. Но пока случаев у нас нет. На сегодняшний день у нас не обнаружено, но у нас есть контактные лица, с которыми мы проводим определенную работу. Экстренно, несмотря на время суток, мы выявляем, находим, берем забор анализ крови. В течение короткого времени в Национальном центре санэкспертизы у нас проводится ПЦР-анализ. И, значит, все на данный момент, на сегодняшний день, все отрицательные у нас анализы. Однако студенты возвращаются из Европы в Казахстан. Как отслеживается их маршрут? Как узнать, что они прибыли с Европы, если они сами не пойдут выявить или провериться? Во-первых, все аэропорты крупные международные находятся в городе Алматы, Нур-Султан. При прибытии, при лете, есть у нас в аэропортах тепловизоры, есть наши медработники города Алматы и города Нур-Султана. И там на нее средственное выявление идет. И непосредственно с тех регионов, которые находятся по приказу главного санитарного врача в списке 1А, они госпитализируются на карантин. И они находятся 14 дней. Те же люди, которые выявили контактных, мы их отслеживаем, выявляем, я как предварительно говорил. И несмотря на время суток, мы их госпитализируем, забор анализов производим и так далее. То есть свою работу профилактическую мы проводим. На сегодняшний день у нас случаев заражения коронавирусной эффекцией нет. Все тщательно, можете сказать, что проверяется? Обязательно. То есть непосредственно это в аэропортах. Более того, если есть контактные при выявлении, мы тесно работаем с нашими коллегами из города Алматы и города Нур-Султан. И они нам в экстренном порядке передают информацию, и мы тут же все это отрабатываем. Хочу напомнить нашим телезрителям программа в прямом эфире и наш телефон 400109. Если у вас есть вопросы нашему гостю, можете позвонить и задавать код города 87282. Звоните. Много вопросов, которые поступают к нам в редакцию и у нас спрашивают, как у журналистов. Это вот куда пойти, чтобы провериться, чтобы успокоить свою душу, узнать, что нету этого коронавируса в организме. Куда обратиться? Если человек прибывает из-за границы и непосредственно из тех стран, которые внесены в список 1А, это наши, то они должны обратиться в поликлинику по месту жительства. Если в аэропорту их не остановили, если их не госпитализировали, они могут обратиться к нашим коллегам, докторам, и непосредственно участковые службы там на месте им дадут дополнительную информацию, есть ли надобность в госпитализации или нет. Второе. Если они находятся на домашнем карантине, значит, наши медицинские работники ежедневно два раза в день обзванивают, интересуются состоянием их здоровья, и при малейшем подозрении выезжает бригада скорой помощи, на месте замеряет температуру, оценивает состояние, и при необходимости тут же везутся и госпитализируются наши провизорные госпиталя. Такие случаи были? Да, конечно. Недавно, значит, были с Европы три авиарейса, и мы по ним в очень кратчайшие сроки отработали, и, значит, они были сделаны с забором анализа в крови, все отрицательно. На несегодняшний день у нас в Алматинской области коронавирусная инфекция не зарегистрирована. Но, однако, люди просто хотят пойти провериться. Ну, простые люди, которые живут в Талдыкургане, побывали в Алматы или в Нурсултане, приехали, хотят провериться. Вот именно эти люди нам звонили, сказали, куда бы пойти провериться. Значит, если они хотят просто пойти провериться, то они обращаются в поликлинику по месту жительства. Ответим чуть позже. Есть звонок, ответим телезрителю, чтобы он нас не ждал. Мы вас слушаем. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос. Вот, допустим, вот, например, женщина или мужчина по себе в полицию, вы писали, где гарантия, что они вылечили, это паспи, что мы писали? Вы писали. Повторите, пожалуйста, плохо слышно. Вас вы писали. Например, вот, писали, полежали, консультация, вот через... Гарантия, вообще? Очень плохо слышно ее. Вроде бы, как говорит, что она... То, что я понял, я постараюсь ответить. Дело в том, что инкубационный период по ВОЗу Всемирной Организации Захарения 14 дней. И мы придерживаемся этих стандартов. И по истечении 14 дней мы еще 10 дней обзваниваем всех наших пациентов, которые, и профилактически проводим беседу с ними, и говорим, при возникновении малейших симптомов, простудных заболеваний, пожалуйста, обращайтесь по телефону в таком-то, либо обращайтесь в поликлинику по месту жительства. Либо 103. Самое главное, наверное, не паниковать в данной ситуации. Человек, пролежав 14 дней, это считайте, что такой же здоровый человек, как и мы. То есть не надо их не ограничивать ни в чем. То есть ущемлять их неправа и так далее. Это она еще говорит, что вот человек выписался из больницы. Ну, можно ли контактировать с ним? Я вам только что ответил на него. Мне глухо говорят, что вот такой вопрос это ее был. Давайте продолжим тему вот насчет того, что как мы будем проверяться просто местные жители, которые где-то побывали. Во-первых, человек, если прибыл из-за границы, как я сейчас только что ответил, 14 дней он должен находиться на карантине. Те, которые относятся к списку 1А. Остальные пассажиры, прибывшие, они находятся на домашнем карантине 14 дней. С ними на связи наши медработники. Они полностью с ними контактируют, при надобности приходят на дому, осматривают, дают советы профилактические, беседы проводят и так далее. Но самое главное этим людям, наверное, надо что? Беречь сами себя, не простывать, питаться вовремя, спать 8 часов, наверное, не менее 8 часов. Но самое главное – это наш иммунитет, это наш здоровый сон и наше питание. И не быть в стрессе, наверное. Страх – один из видов стресса, поэтому бояться этого не надо. У многих как раз-таки страх есть. Да. То есть сейчас же везде в соцсетях об этом говорят, что вирус этот не так опасен, как, например, другие заболевания. Но мы сейчас очень много и громко говорим об этом, поэтому, пожалуйста, не надо бояться. Мы все, если человек здоров, если он физически здоров, иммунитет у него на уровне, значит, это болезнь его минет. Ну, если людей больше умирают, например, от гриппа и так далее, от других инфекционных заболеваний, почему мы этому коронавирусу вот дали такую прям большую огласку и больше внимания начали уделять? От того, что социальные сети активно работают или действительно по-другому все сложилось? Давайте я не буду углубляться, но просто я скажу так. Ежегодно в это время года у нас происходят вспышки всяких вирусных инфекций. Независимо, это коронавирус, либо другие вирусные инфекции. Но мы в это время года постоянно профилактически отрабатываем. Где-то в какой-то год увеличивается, где-то в какой-то год уменьшается. Опять же говорю, этот вирус не так страшен, как про него говорят. Но все-таки человек должен, я еще раз говорю, чтобы его иммунитет был на фоне того, чтобы бороться с этим вирусом, он должен вести здоровый образ жизни. Избегать посещения общественных мест, кинотеатров и так далее и тому подобное. И ежедневно проходить на свежем воздухе прогулки, здоровое питание и здоровый сон. Многие пытаются придерживаться этим консультациям, прослушали и так далее. Но на улице мы, например, не видим людей, которые ходят в маске. Мы даже обращались к ним, говорили, почему в масках не ходят. Они сказали, что дефицит, в аптеках нет их. Как прокомментируете? Ну да, на сегодняшний день отмечается, что в городе Талдыкурган во многих аптеках нет масок. Но сейчас мы связывались с заводами. Сейчас идет активная работа. Завоз не было материалов для изготовления этих масок. Но со следующей недели заводы будут уже на полную мощь работать и дефицит покроется. А маски одевать на улице не обязательно. Потому что на улице это та среда, в которой вирус не живет. Вирус живет в самом человеке, который передает его друг другу. Либо в помещении. Лучше носить в помещении? Маски надо носить в помещении, на улице. Маски практически не защищают. То есть нет инфекции. Она погибает в таких условиях. Теперь еще раз расскажите нашим телезрителям, какие первые признаки коронавируса, чтобы они самостоятельно смогли выявить и защищаться. Первое – это повышение температуры, 38 и выше, сухой кашель, слабость, ненабогание, озноб. Эти симптомы подходят практически под все наши вирусные заболевания. Поэтому надо помнить, что все, наверное, в жизни болели этим вирусом, ОРВИ. И помнить, какие есть симптомы – слабость, озноб, повышение температуры, недомогание, кашель и так далее. Вот эти основные признаки. При возникновении таких признаков, значит, тут же надо обращаться к нашим медицинским работникам. Особенно те, которые прибыли из-за границы, либо были в контакте с теми людьми, которые прибыли из-за границы. Есть ли такие же признаки у коронавируса, как у других инфекционных заболеваний? Тогда почему ищут вакцину другую? Или это не излечивается от этих препаратов, лекарственных средств? Лечение этого коронавируса такое же, как и всех других наших ОРВИ заболеваний. Чем оно опасно? Оно опасно тем, что оно вирусно-бактериологическую форму переходит. То есть во время попадания вируса в организм начинает страдать иммунитет. И во время снижения иммунитета начинает размножаться бактерии. И они осложняются, эти ОРВИ, пневмониями. Раз пневмония начинается заболевание, это воспаление легких. Соответственно, мы лечим его стандартно, согласно алгоритму, антибиотиками, противовирусными препаратами. И общей терапией, которая, согласно алгоритму, у нас имеется. На данный момент, на сегодняшний день, лекарственных средств у нас в достаточном количестве в Алматинской области. Поэтому дефицита в этом нет. Волноваться не стоит? Нет, волноваться не стоит. Но первые удары, как всегда, принимают врачи и медперсонал. Насколько они защищены? Если вдруг придет коронавирус. Первую очередь, конечно же, должны быть защищены наши медицинские работники. Независимо, это врач, среднее звено или младшее звено. Потому что мы связаны в одну цепь. И мы стоим на страже здоровья нашего населения. На сегодняшний день у нас в достаточном количестве имеются средства индивидуальной защиты. Это костюмы, маски, очки и так далее. То, что нам необходимо для работы и контакта с нашими пациентами. И хотелось бы обратиться к жителям нашей области с просьбой о том, что с пониманием отнестись к работе наших медицинских работников. Стараться со своей стороны идти навстречу, на контакт с нашими медицинскими работниками, с врачами. И стараться помочь в излечении вашего, если, не дай бог, кто-то заразился или заболел этим заболеванием. Чтобы мы могли помочь этому. К сожалению, очень много сейчас в соцсетях негатива в адрес медработников. Но надо помнить, что медицинские работники вас не знают. Вам ничего плохого не желают. Желают только лишь одного вашего скорейшего выздоровления. Поэтому вся ваша энергия, наверное, энергетика должна быть направлена на решение излечения вашего заболевания. Такие же профилактические меры, подготовленность и в регионах проводятся? И мы только зацикленены на больших городах и вот на областном центре. Как в регионах-то? В регионах у нас в достаточном количестве, я только что в самом начале говорил, что развернутые инфекционные койки, провизорные, они не только в городе Талкурган, а по всему нашему региону, по всем нашим 20 медицинским организациям, которые находятся в нашей Алматинской области. Поэтому все наши медперсоналы обучены. Очень большое внимание этому уделяет Министерство захоронения, потому что были проведены и онлайн обучение. Приезжали профессоры из медакадемии города Алматы, и они провели обучение. И каскадным методом, соответственно, дальше были обучены все 100% наши медработники. Большое внимание уделяется руководствам нашей области, Акима Алматинской области. Сейчас на данный момент выделяются средства для закупа дополнительных медицинских средств защиты, лекарственных средств, оборудования и так далее. Поэтому создан штаб, и на сегодняшний день этот штаб работает круглосуточно и находится на контроле у Акима Алматинской области. Мы благодарим вас за то, что вы смогли прийти сюда, найти время и ответить на вопросы наших телезрителей. Хочу напомнить нашим телезрителям, что каждый день в 16.00 будут в нашу студию приходить представители из разных организаций здравоохранения и будут отвечать на ваши все вопросы. Телефон 40 0109. Каждый день смотрите телеканал ЖТСУ. Задавайте свои вопросы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова